13.05 в Кирове – это действительно программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Светлана Шилова. Светлана, добрый день. Добрый день. Ну, Света, напоминаю, почему мы на «ты» еще раз, кто возмущается по этому поводу. Есть кто-то возмущается по этому поводу? Есть, бывает. Мы однокурсницы, и дети наши учатся в одной школе, и вообще нас многое связывает, поэтому на «ты». Кроме того, я хочу сказать, что напомнить, у нас в прошлом году было много программ, в этом году еще не так много, что Света – директор туристического агентства «Мир путешествий», и мы, в частности, рассказывали в прошлом году про развитие села Ашеть, которым она занимается, ну и, став депутатом, еще активнее занялась развитием туризма, было поручено, что называется, развитие туризма внутреннего Кировской области. Поэтому сегодня, конечно, будут профильные вопросы, и с них я и начну, потому что 30 апреля состоялось открытие летнего туристического сезона, и я видела в Фейсбуке огромное количество фотографий, и ты там даже нарядилась в костюм, по-моему, Дымковский, что ли, да? Нет, там просто русский. Бятская красавица. Бятская красавица, да? Не поспоришь? Конечно. Расскажи мне, пожалуйста, что это было за открытие, чисто формальное, или действительно, ну вот как-то в этом году, для кого это было все? Добрый день еще раз. Открытие это было для всех, открытие туристического сезона было для всех жителей города. Очень жаль, конечно, что народу было не так много, как хотелось бы. Жители города были? Жители города были, да, жители города были, но вот такой вот массовости, как мы ожидали, конечно, не было. Никаких там большого скопления, кучи народа не было. Жители города были, которые проходили мимо, либо случайные, либо не очень много единичных, которые специально знали об этом и заходили. Но еще раз говорю, что не очень много народу было. Показали все, что могли, там стояли... Кто там был? Туроператоры, местные? Да, стояли местные туроператоры, стоял наш центр туризма, стояли в Вятске наши народные умельцы промыслы. А ты лично на что рассчитывала участвовать там, как туроператор? Ну, я вообще-то думала, что более массовое это будет мероприятие, побольше народу привлечем, чтобы показать это все, что у нас есть, с чем мы выходим в новый туристический сезон. Но я так думаю, что, наверное, все-таки майские праздники, из-за этого все уехали за город, все в благороды, на даче, вот, может быть, из-за этого было поменьше народу. Возможно, можно было бы это делать на неделе или хотя бы там вечером, во второй половине дня, скажем так, в пятницу. Ну, то есть, хотелось показать просто горожанам и тут же заключить, может быть, какие-то контракты или нет? Нет, контракты не заключить, хотя бы познакомить жителей города с нашими новыми турами, с маршрутами. Многие туроператоры разработали свои новые маршруты. Что касается нас, мы, конечно, вышли со своим новым продуктом, уникальным продуктом, которым никто не занимается. Это сельский туризм на Вятке. Вот это, подожди, это был мой второй вопрос, потому что я не только от вас получила вот это оповещение про этот сельский туризм, я хочу все-таки про открытие еще туристического сезона. Ну, то есть, оно должно присутствовать как мероприятие. Вы теперь понимаете, что все-таки масса туда потребительнее идет. Ну, вы его все равно туда ждете или нет? То есть, вы будете какие-то оправки вносить в это мероприятие? Вы имеете в виду какое мероприятие, которое было 30 апреля? Открытие туристического сезона, да. Я, если честно, мы участвовали в этом первый раз, я даже не помню, было ли оно в прошлом году, но мы вот участвовали первый раз в этом. Поэтому я думаю, что пойду я в следующем году, конечно, на это открытие, если оно будет, будем ждать. Из мотива чем больше движения, тем лучше? Конечно. Будем приучать нашего массового туриста все-таки к потреблению нашего вязкого туристического продукта. Вот, а что изменилось в этом году? Все-таки сезон действительно уже начался. Я знаю, что по своему опыту, что у нас и школьники уже едут туда и сюда, по нашим городам. Чувствуешь ли ты, что вот эта вот направленность на развитие внутреннего туризма, о которой говорят в последние два года, она действительно сказалась уже на продажах? Увеличился поток туристов, обращений к вам или нет? Поток туристов нельзя сказать, что увеличился, в разы увеличивается. Все идет, скажем так, в гору, поднимаемся медленно. Поднимаетесь, но не в разы, да? Не в разы, поднимаемся медленно, наверное. А во всяком случае стали обращать внимание больше, конечно, больше, это, конечно, школьники стали обращать внимание, но и спрашивать стали какие-то семейные пары, одиночные туристы. Они, конечно, уже стали интересоваться, в отличие от того, что раньше вообще не интересовались. А в связи с чем? Вот тебе неинтересно, самой как туроператор, наверняка ты же проводишь какой-то опрос, почему вдруг семейные пары и просто отдельные граждане стали обращать внимание на вот эти внутренние туры. У них, они тебе рассказывают, что раньше ездили, например, там, за границу или другие города, сейчас не могут. Или у них проводился интерес к родному краю, или какие-то патриотические чувства. Вот все, что ты сказала вместе, все три момента, которые ты назвала, все эти три момента присутствуют. Во-первых, конечно, финансовое благосостояние у людей сейчас немножко пошатнулось. Естественно, вот эти туры, которые по Вязкому краю мы проводим, они доступны абсолютно простому, значит, посетителю, простому туристу. Вот, и то, что, конечно, повышается, значит, уровень сознательности, то есть мы начинаем все-таки поворачиваться лицом к вятке, начинаем любить ее, хотя бы делать попытки ее узнать, потому что везде говорим-говорим, пишем-пишем. Вот, и они все-таки решили, ну, дай посмотрим, может, что же вы там пишете, давай посмотрим. Вот, приходят, спрашивают. Я хотела спросить, как сказалось на открытии туристического сезона или вот какие прогнозы вы строите на вот дальние поездки в другие города, пусть в нашей обширной Кировской области в связи с катастрофическим состоянием наших дорог? Или, на ваш взгляд, оно не такое уж и катастрофическое и сильно не отличается от прошлых лет? Состояние дорог действительно катастрофическое, и мне кажется, что оно каждый май и июнь одинаковое, может быть, ну, чуть, может быть, ухудшилось, но, мне кажется, всегда одинаковое оно. Вот, естественно, мы понимаем, что никак их улучшить нельзя, во всяком случае, нам, мы своими силами это сделать не можем, поэтому из наших дорог мы превращаем, из этого минуса мы превращаем в плюс, что говорится. Что-то такая фишка? Да, это фишка у нас на УАЗиках по бездорожью, все наши, во всяком случае, все наши вятские туристы, они все прекрасно понимают, что у нас нет дорог, и, честно говоря, их, может быть, и не будет никогда, может быть, и будет, но через какой-то период времени. Ну, значит, надо учиться с этим жить. Что такое на УАЗиках по бездорожью? На УАЗиках по бездорожью, это вот мы когда... И кто-то покупает это? Ну, вот мы сейчас это начали делать. В этом году, это ноу-хау этого года. Да, да, да. Да, вот в туре нашем, в котором ты мне еще не даешь никак рассказать, в нашем туре, вот как раз вот в этом туре, есть, значит, такой момент, где мы садимся прям конкретно на УАЗик, едем по бездорожью, едем смотреть окрестные, значит, места, окрестные там поля, леса, то есть это такой очень интересный момент для людей, которые бы пешком до туда, скажем, не дошли, а на УАЗике же это здорово, тебя везут, ну и что трясут, тебя везут, зато красиво. Вы заводом, производящим УАЗ не заключали никакого? Надо подумать в эту сторону. Так вот, действительно, несколько недель назад, буквально там пару недель назад была рассылка по всем СМИ с просьбой распространить информацию о, как это называется, сельский туризм. Сельский туризм, да. Сельский туризм. Честно говоря, когда я открыла эти сообщения, я ожидала увидеть нечто вроде того, вроде экотуризма, который так развит за рубежом, что ты можешь приехать, пожить в деревенском доме, помогать по хозяйству, там, сажать картошку, доить корову и прочее. Это немножко другое оказалось. Ну и удивило меня, что этот коммерческий продукт, туристические агентства и не только агентства рассылают с просьбой бесплатно распространить информацию. Вот два момента меня поразили. Прошу тебя прокомментировать. Ну, хочу сказать, что вот я понимаю, наверное, кто тебе еще, значит, это рассылал. Это ассоциация, аграрная ассоциация сельского туризма, наверное, они. Мы совместно с ними, вот с нашим институтом, создали такой проект, это называется «Тур по сельским гостевым домам». То есть у нас сельских гостевых домов в Кировской области не так много, но они есть. Мы взяли три гостевых дома, в которых в каждом своем гостевом доме какая-то есть изюминка. У всех есть свои традиции, свои культуры, свои обычаи. И мы заезжаем вот по пути нашего следования. Тур этот четырехнедный, он начинается с четверга и заканчивается воскресеньем. Хотели сделать его покороче, но никак не получилось пока, потому что хочется каждый гостевой дом показать полностью. А где находятся эти гостевые дни? В каждом гостевом доме мы ночуем. То есть первый гостевой дом, когда мы выезжаем из Кирова... Тут я не дам тебе возможность подробно рассказать про тур, потому что это не та программа немножко. Первый гостевой тур находится в Куменском районе. Кумоны, еще? Да, деревня Нагорина, потом Ашейть, село Вяческое, село Воснецово. И третий гостевой дом находится в деревне Ясная Поляна, это Кельмецкий район, это самая дальняя наша точка. Что за гостевые дома? Гостевые дома, значит, это дом, который, собственно говоря, построен своими руками. Вот первый дом, саманный дом, он построен из глины и соломы. То есть они какие-то оригинальные, да? Они несут какую-то вот такую тоже ценность? Это не просто коттедж? Все три разные дома, да. Значит, второй дом в Ашейте, ну, по современным технологиям сделан, но он находится в Воснецовском селе Ашейть, то есть там немножко другая тематика, чтобы все по-разному было. И третий дом, это в Кельмецком районе, там совершенно обычный деревенский дом в деревне, там раньше была деревня, сейчас жители этой деревни, всю деревню, собственно говоря. То есть обычный деревенский дом. Сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим и поймем, то есть кто тогда потребитель вот этих новых сельских туров. Не рекламируй себя так открыто. Говори, нет, говори, в особом мнении надо рассказывать про то, что мы сейчас вот в связи с тем, что есть поток, мы сейчас изобретаем то, чем раньше даже в голову не приходило заниматься. То есть понимаешь, нельзя по лобовому сейчас рекламировать туры, надо говорить о том, что предложения вот такие, потому что у Асиковых по бездорожью это вот, да. Сельские дома, что есть, то взяли, но хотим сделать вот такое, например, вообще, там, да, там будет вот это вот. И самое-то интересное, что это не только ты хочешь, но к тебе подключаются кто-то еще, там туроператоры какие-то, это, там, трушников и так далее. Вот на этом акцент стоит. И это особое мнение депутата законодательного собрания Кировской области Светланы Шиловой по совместительству, по первой своей должности директора, директора туристического агентства Мир Путешествий. И вот эти сельские туры, о которых ты рассказываешь. Ну, вообще, конечно, я вас поздравляю, что вы такие активные все, туроператоры, придумываете какие-то новые сейчас фишки. Я так понимаю, что все-таки это потому, что то, что ты сказала, возрос спрос внутренний, да, и люди хотят чего-то тоже новенького. На кого рассчитаны эти ваши сельские туры? Ну, сельский тур, прежде всего, конечно, рассчитан на жителей мегаполиса, в данном случае на жителей Кировской области. То есть направлен на нас, на кировчан. Да, на жителей Кировской области, либо соседних регионов, которые, может быть, никогда не жили в деревне, или которые, может быть, жили когда-то в глубоком детстве в деревне, и хотели бы вернуться. Вернуться к своим корням, вспомнить, подышать. Да, посмотреть, поэтому вот он и называется «Возвращение к истокам». А они там коров-то и будут? А, значит, я хочу сказать, вот ты сказала, что нет тут такого в этих домах. Тут, во-первых, во всех домах это есть, но в данном туре мы не успеваем доить коров, потому что... Тут просто посмотреть на деревню, подышать свежим воздухом, проехаться по бездорожью. Нет, участвуем в хороводах, участвуем в правках-ладках, участвуем в какой-то фольклорной программе. В каждом доме своя программа, программы очень насыщенные. У нас как таково, прям, чтобы совсем в свободном времени есть оно, его немножко. Я знаю, что да. А так в каждый дом можно приехать отдельно и пожить. И вот там уже, когда уже ты просто живешь отдельно... Может быть молоком-то парным людей угощаете? В этом туре? Да. У нас вообще-то не предусмотрено, но можно сделать... Кроме фольклорных коллективов. Ну, потому что пока что я вижу, что тур собирается из того, что было. То есть кроме уазиков по бездорожью, вот, ноу-хау какого-то я пока вот тут не вижу. Почему это? Вот я сказала, вот хороводы у нас там есть. У нас там есть хороводы движения жизни, в которых... Так, ладно, не будем зацикливаться все свет. Я знаю, что ты будешь много рассказывать про это, но я пока вот тут не вижу. Ладно, но это мое особое мнение. Я не должна была его здесь вставлять. Потому что радостно то, что новые получаются продукты. А вот что с теми продуктами, о которых вы так много рассказывали в прошлом году? И устраивали поездки, аж до вятских полян и прочее. Вот эти продукты туроператоры сейчас предлагают или нет? Или это всего лишь были такие инфотуры и все? Нет, мы сами продаем сейчас эти продукты. Также стараемся продавать и школьные, предлагать и в школах их, и на предприятиях стараемся предлагать. Конечно, они еще таким массовым спросом, как бы хотелось, не пользуются. Но во всяком случае... Все-таки. Хотя вот уже вроде бы было время. Пока как бы нет. Но была зима. Зимой мы особо это не рекламировали, потому что зимой у нас не ездили по этим маршрутам. Напрямую к вам обращаются или через центр туризма? И напрямую обращаются, и через центр туризма обращаются. Центр туризма стал способен генерировать потоки туристов для туроператоров мест? Ну, во всяком случае, когда к ним идет заявка... Ты раньше его критиковала очень. Значит, если к ним идет заявка от какого-то единичного потребителя или какого-то даже от туроператоров, они перенаправляют к нам. То есть перенаправляют, а мы с ними работаем уже дальше. Повторяю свой вопрос. Центр туризма Кировской области превратился ли в тот орган, который способен генерировать туристические потоки и направлять к туроператорам? Потоки. Не единичные заявки, а потоки. Вы чувствуете это? Нет, пока еще, наверное, нет. Пока не чувствуете. Хорошо. Я хотела еще обратиться тоже к теме, связанной с туризмом. Ты еще не высказывалась по этому поводу. Насчет колеса обозрения на театральной площади. Шумихи очень много за последние месяцы. Первый вопрос, короткий-короткий ответ. Ты за то, что появился на театральной площади такой объект или против? Нет, конечно, я против. Почему? Ну, представляешь, вот будет стоять такая бандура на театральной площади. То есть у нас есть много красивых мест, где она вообще должна и может стоять. Это, например, надежно. Тебя не устраивает место? Конечно. Но ты знакомилась ли ты с проектом «Вятский племенад»? Нет. Представляешь ли ты себе хотя бы, что это такое? Там эспрессо может быть. Ну, представляю, что хотят сделать улицу пешеходную. Пешеходную улицу с Паской. И колесо, это начало этого променада, театральная площадь была бы задействована более обширной. Между прочим, сюда бы туристические автобусы хорошо бы подъезжали. Колесо, вот я бы сделала, его все равно на берегу, на набережной. В любом случае. Пешеходную зону расширять, несомненно, надо, конечно. Несомненно, надо. Видишь ли ты здесь плюсы, больше плюсов или все-таки, ну, плюсов, раз ты говоришь, что надо. Какие ты здесь видишь подводные камни, минусы? Ну, естественно, раз это пешеходная зона, значит, надо приехать где-то припарковать свой автомобиль и дальше идти. То есть, естественно, парковок у нас как бы и мало очень. Парковки могут стать пунктом, значит, преткновения. А как ты считаешь, можно ли, потому что это я все выношу с прошлого, нашей программы с Урбан, с вчерашнего. Ты за или против того, что появились платные муниципальные парковки в центре города, вот в связи с этим? Во всех цивилизованных, развитых городах это есть. Почему нет? Конечно, надо сделать нам платные парковки. Почему нет? Вот ты сама приезжаешь и своя шея в Киров, а тебе в центре города будет теперь невозможно, например, на Октябрьском проспекте просто так припарковаться. Ты готова заплатить деньги? Если я знаю, что мне надо идти в какое-то учреждение, конечно, я заплачу деньги. Это же не будут страшные какие-то деньги. Это будут доступные деньги. Если человек имеет возможность ездить на машине и имеет возможность заправляться, значит, он должен иметь возможность оставить где-то машину. Соответственно, у него есть возможность заплатить за эту парковку деньги. Где находится офис твоего агентства в Кирове? На Ленино, Ленино, 85-м. Тебя устраивает это место в ДНР? Место меня очень устраивает, но встать там очень часто негде. Три круга делают для того, чтобы поставить машину. То есть ты уже столкнулась с этой проблемой? Очень плотно. Я и мои туристы, которые к нам приезжают, очень плотно столкнулись с этой проблемой. Кроме того, чтобы организовать муниципальные платные парковки. То есть если бы там возникли паркоматы рядышком, то, скорее всего, разгрузился бы трафик. Твои клиенты могли бы остановиться, заплатив какие-то деньги. Какие тут есть угрозы, например? Ты вот сказала, что это же не будут какие-то бешеные деньги. Должно ли быть общественное обсуждение того, сколько должна стоить парковка? Общественное обсуждение, конечно. Я думаю, что надо сделать опрос, провести, естественно. Надо услышать мнение народа, естественно. Но вот если что касается, например, вот еще раз повторюсь, что касается, например, турагентства. Если турист едет в турагентство, он в любом случае, извините за банальность, везет туда деньги. Почему он не может поставить машину, заплатить там какие-то небольшие деньги и сходить? То есть это же гораздо лучше, чтобы он, если вообще не приехал, проехал три круга, то просто наплевать, поеду в другое какое-нибудь место. Для нас бы, конечно, было лучше, если бы он у нас остановился. То есть ты за муниципальные парковки и за паркоматы на исторических улицах города? Ну, они же не везде будут. Не везде. Да, разгрузить те места, где совершенно невозможно встать. Возвращаясь к пешеходной зоне улицы Спасской, о которой мы уже начали говорить, это маршрут Вятского променада. Мы говорим сейчас о всей Спасской от улицы Карла Маркса до улицы Казанской. Проанализируем, давай попробуем проанализировать вот этот вот кусочек, который пешеходный сейчас с улицы Ленина до улицы Казанской. Нравится ли тебе, как сейчас это выглядит? Как он преобразился за последний год-два со всеми объектами, которые там появились? Он, конечно, преобразился, но хотелось бы более, чтобы он преобразился. Расскажи, пожалуйста, как ты видишь, что тебе там нравится, а что не нравится? Ну, во-первых, надо же повесить. Я не видела, везде ли там висят таблички. Насколько я знаю, насколько мы проходили с Антоном Касановым, с другими скорсоводами. Там практически все дома какие-то исторические, все дома знаменитые. В каждом доме, ну, почти в каждом доме кто-то проживал или было какое-то событие. Надо вешать таблички, такие таблички, чтобы их было видно, чтобы турист сам мог даже пройти и почитать. То есть маркировка каждого дома историческая? Обязательно. И это должно быть очень красиво, грамотно, читабельно, чтобы это было видно, буквы были видны, чтобы было видно издалека, чтобы не там, где ты пришел, голову задрал и читаешь, дай Бог прочитать. Чтобы было доступно. Что еще, кроме маркировки домов? Вспоминай, что там есть на этом участке. И твои туристы тоже туда ходят. Расположение скамеек в центре, освещение в центре, новые скульптурные композиции, которые появились. Скульптурные композиции, ну да, возможно, скульптурные композиции какие-то я бы добавила. Еще добавила? Вот на этот карот. Подожди, а я не буду... Барня с кавалером огромных размеров, как некоторые говорят. Автомобиль железный, который там появился. Я не видела там огромного количества скамеек. Что-то там огромное количество, что ли. То есть не замечала. Нет, подожди. Если мы говорим об этом отрезке, который... От Ленина до Казанской. От Ленина. А, если мы говорим от Ленина до Казанской, ну да, там достаточно. Я думала, ты и дальше еще хочешь? Нет, я пока что пытаюсь проанализировать этот участок. Тут достаточно, наверное, скамек. Освещение. В ночное время я там, к сожалению, давно не была. Очень видится мне именно на этом коротком участке рождественские гуляния, рождественская ярмарка, которая бывает, например, скажем так, в европейских каких-то городах. Это бы было вообще здорово и замечательно с музыкой и с какими-то даже, может быть, с плясками. И стояли бы там наши вятские умельцы, торговцы, что-то продавали. Это бы было здорово. Сувениры именно вот в рождественскую неделю. В рождественскую неделю на вот этом участке пешеходном. Вот такое бы мне хотелось видеть там. И вот то, что мы говорим сейчас про дление вот этой пешеходной улицы от Ленина до Карла Маркса, в таком же стиле или по-другому как-то мыслишь ее? Возможно, в таком же стиле, но я не представляю, как можно булыжниками это все выложить. А, то есть плитки-то, ну, дорого, но однако. Нет, но если в таком же стиле делать, выкладывать, значит, надо булыжниками. Если булыжниками, я не представляю, сколько это будет стоить. Вот булыжниками, конечно, хотелось бы выложить. А ты свой офис перенесла бы на эту пешеходную улицу, если бы она появилась, или нет? Ну, то есть рассчитывается же на что? Что не просто люди туда-сюда ходить будут, что первые этажи будут заняты все-таки какими-то учреждениями и заведениями? Ну, возможно, перенесла бы, надо подумать, хотя у меня пять минут офис. И так все хорошо. И так все в принципе хорошо. У тебя тоже историческое здание находится? Нет, это здание новое, не историческое, но мы находимся в исторической части города. Все равно это считается часть исторической. Рядом с нами бывшие особняки в Оснецовске. Поэтому мы находимся там, где надо. Сейчас перейдемся на короткую рекламу. Напоминаю, вы слушаете особое мнение Светланы Шиловой, депутата Загонодательного собрания Кировской области. Доложает программа «Особое мнение». Напоминаю, вы слушаете особое мнение Светланы Шиловой, депутата Загонодательного собрания Кировской области. и человека-профессионала в туристической сфере. Я хотела тебя спросить о празднике 9 мая. Наверняка ты сейчас, проезжая на машине по городу и по прилегающим трассам, видишь, что появились такие странные объекты, машины, облепленные всякими наклейками, и с рекламой наклейки на 9 мая, ты знаешь, как скважина на воду, наклейки на 9 мая. Вот, во-первых, наклеиваешь ли ты, и как-то украшаешь ли ты свою машину к 9 мая, и как ты относишься к этим украшениям? У меня в машине висит ленточка георгиевская, которая досталась бесплатно мне, которую мне вручили, я же не помню где, по-моему, на заправке. Такие наклейки я не покупаю, просто не покупаю, и все. Я считаю, что из этого, конечно, коммерцию делать ни в коем случае нельзя. То есть вот лично я, как готовлюсь к этому празднику 9 мая, как настраиваю себя, у меня всегда лежат диски в машине, и я всегда прям за неделю до 9 мая вставляю диски в машины с песнями военных лет и слушаю их. Вот для меня, вот у меня настрой, а то, что покупать нет, конечно, я не покупаю. И, наверное, не очень положительно к этому отношусь. Ну, с другой стороны, вроде бы ничего плохого, если человек украшает свою машину. Конечно, нет. И когда из этого делают коммерческую какую-то составляющую, это уже, конечно, мне не нравится. То есть это тебя напрягает как-то, да? Хорошо. Сейчас обратно возвращаемся к туризму. В последнее время много говорят о различных инициативах по поводу алкоголя, вернуть время продажи на старые рельсы, да, то есть его расширить после сокращенного. Там вопросы стоят, вот битва за места, где продается алкоголь. Вот алкоголь и туристические поездки в Кирове, как они связаны? Есть ли там проблемы, вы видите, например, по городах, в которых вы ездите сами, в своих туристических поездках ограничиваете как-то людей от распития спиртных напитков или наоборот позволяете им в каких-то пунктах это делать? Ну, я считаю так, абсолютно в этом уверена. Если человек едет отдыхать, он едет отдыхать и душой, и телом. Так, что это значит? Ну, если они едут отдыхать, естественно, те люди, которые выпивают, они могут выпить, и я считаю, что нет ничего в этом зазорного, позволить себе выпить и попробовать какие-то экзотические напитки, которые он раньше никогда не пробовал. Вот наши туристы, например, когда приезжают в Киров, куда бы мы их не водили, где бы мы что бы не показывали, им все равно нужен магазин, и они все равно туда заходят и сразу начинают нас мучить. Где ваша ляцкая, извините, водка? Спасибо. Я не в курсе, она у нас есть. Ну, уржимская, уржимская. Где ваше пиво, это, естественно, первый вопрос. Где ваш кавас, вот это все. Вот нашу ляцкую продукцию они, конечно, спрашивают. Мы, естественно, везем магазины и показываем. Они от нас едут, затарены сумками. А, то есть вот это востребовано даже как сувенирная продукция? Конечно. Они везут это в себе в регионы. Да, это обязательно. Это такая русская традиция. Это обязательно. Это не только у нас, это везде. Это кто угодно, это коснесть любого человека. Отовсюду ведь мы все равно везем какое-то спиртное. Всегда при любом. Возят в обычные магазины, и есть ли потребность, ну, потому что на Западе по туристическим маршрутам есть такие мини-магазинчики, где-то вот как раз концентрированы и только местные алкоголи. Вот у нас таких нет ведь. Не буду рекламировать, в какие магазины мы ввозим. Хочу сказать, что это местные магазины, естественно. Не Бристоль это. Это местные магазины, это не федеральные магазины. Местные, которые представляют всю линейку, ну, большинство нашей продукции. А вот есть необходимость в создании таких вот отдельных туристических магазинов, которые продают, например, алкоголь в местах. Думаю, что есть, но там все равно может быть не только алкоголь, а опять же какие-то сопутствующие товары. То есть полный комплект. Я потому что не припомню, в Кирове ни одной такой лавки, раз уж мы говорим о туризме, где все эти сувениры собраны в одном месте. А почему нет до сих пор? Не знаю, может быть, достаточно того, что мы привозим туристов в их магазины, и они там купаются. Может быть, потому что у нас нет как раз нормальной туристической улицы пешеходной, где все это могло бы располагаться. Правда же? Конечно, да. Да? Вот с этой как раз, на этой туристической улице, или хотя бы рядом, или хотя бы где-то свернув за угол, можно бы было сделать такой магазин. Вполне бы было. Все равно люди ходят, все равно спрашивайте, все равно они пойдут в магазин, все равно будут они покупать это спиртное. Скажи, пожалуйста, как Вы планируете лето в этом году? Если можешь раскрыть какие-то цифры хотя бы, то раскрою. Во-первых, повысилась ли цена на туристические поездки по сравнению с прошлым годом? Во-вторых, в Ваших планах есть какая-то прибавка в доходах, в процентах? Можно ее обозначить? То есть как Вы рассчитываете? Большая дача пройдет туристический сезон, с меньшей, стабильной? Мы, конечно, очень оптимистичны на этот счет. У нас, если говорить, например, по... Ты про Кировскую область спрашиваешь? Только про Кировскую область, про внутренний туризм. Значит, если говорить про Кировскую область, про внутренний туризм, у нас практически каждые выходные заявлены тут практически и даже на неделю. То есть мы очень оптимистичны на неделю. Это что значит? Это значит, что вы стабильно работаете? Да, должен состояться практически каждую неделю по средам, по субботам обязательно, то есть куда-то Обязательно мы выезжаем Их стало намного больше Их стало очень много Как это можно сказать На сколько процентов Замеряли На 50 процентов В этом году стало больше Чем было в прошлом В тот же период А цена как изменилась на поездку Цена изменилась на поездку Я не могу сказать что она очень сильно изменилась Если это однодневный тур Он вполне доступный тур Если это 4 дневный Она выросла цена Нет цена не выросла На туры цена практически не выросла Потому что на рынке внутреннем У нас не очень Но ведь например подорожало тоже питание Тот же бензин По сравнению с прошлым годом Я бы не сказала что питание у нас В районах подорожало Нет питание в районах Где мы кормим В каких кафе мы кормим В каких мы кормим И в некоторых райбовских кафешках Очень неплохо кормят Я хочу сказать В некоторых частных Вот когда едем по территории Кировской области Нет И они там сохраняют цены стабильными Мы когда закладываем И когда в прошлом году закладывали определенную цену Мы этой ценой держимся Мы не поднимали цену на продукты Это точно Цена на бензин да подорожала Но водители транспорта Они же понимают это Что для нас это будет дороже Соответственно если это будет дороже Соответственно составляющая тура может вырасти Поэтому они тоже не очень поднимают Даже если подняли Ненамного это не сказалось на цене Это точно Расскажи пожалуйста про транспорт Вы ведь арендуете автобусы? Да все практически наши туроператоры города Арендуют автобусы всегда Это очень большая проблема Почему это проблема? Потому что казалось бы что их очень много на самом деле в городе Но когда у нас острые высокие туристические сезоны Когда начало То есть этот же май Этот же июнь Потом сентябрь деток которые идут в школу Автобусы найти бывает сложно И мы их бронируем за месяц Даже за месяц Потому что можем даже не успеть в какие-то пиковые даты Вот сейчас мы едем в Налинск То есть в конце мая детки едут в Налинск Автобус заказан уже давно То есть месяца за полтора Если бы мы стали это заказывать в неделю за две Мы бы вообще никуда не уехали А если такой спрос Почему Ну логичный вопрос Почему не заводитесь собственным транспортом? Или почему там ваши поставщики не расширяют парк? Ну собственный транспорт это накладно очень Турагентство Туроператоры города Это наши Я еще раз говорю Практически никто не имеет собственных транспортов Потому что его надо содержать Автобусы принадлежат какому-то одному лицу Или множество владельцев в Москве? Нет, конечно множество Это и частные лица И какие-то там АТП Мы работаем с разными организациями абсолютно То есть тут уже вопрос цены Кто, как говорится, меньше цену даст с тем работам И вообще не только кто цену даст меньше Конечно с проверенными С теми, с кем работали давно У которых есть и лицензии, и документы Все Но сейчас уже все научились это делать Сейчас уже практически у всех все нормально Когда вот мы начинали только работать Там были какие-то недобросовестные автобусники Которые как бы заштрафовали ГАИ Все такое проще Сейчас слава Богу такого Нет, сейчас уже все очень добросовестные работают Правильно, как положено Поэтому сейчас уже смотрим, конечно Очень большая составляющая ценовая Но если ты говоришь, что на 50% спроса вырос в этом сезоне То, соответственно, отсутствие достаточного количества автобусов Это действительно проблема И что тогда? Вы в другие дни будете выезжать? Нет, не будем выезжать в другие дни Мы очень активно начали сотрудничать и с парком автобусов И с других регионов А, вы стали привлекательными регионами? Мы берем из Казани, например, автобусы, конечно И это впервые? Нет, это я не думаю, что это впервые Это тоже раньше было Но не настолько массово, скажем так Сейчас просто мы смотрим, если он согласен к нам приехать Пригнать оттуда автобус И это все выйдет не дороже, чем взять наш автобус Мы работаем с ними Потому что у них парк хороший Даже в некоторых случаях лучше, чем у нас в Кирове Вот если в прошлом году вы прорабатывали совместно с профильным министерством Правительство Кировской области Два маршрута длинных таких туристических Вот Довятских полян вывозили И Малое Воснецовское кольцо То в этом году поставлена ли вам задача Разрабатывать какие-то еще маршруты В районы области? В этом году совместно с Центром развития туризма В Кировской области мы пытаемся войти в проект федерального узора городов России И еще один проект здесь затронут волжские города То есть мы тоже зашли, хотя мы не на Волге стоим Но мы зашли и мы должны со своим туристическим продуктом То есть свой отрезок, который идет по Кировской области Очень красивый, интересный, вкусный отрезок Им предложить, чтобы они тоже могли его вставить в свой большой длинный маршрут Что это тогда, если мы попадем в эти федеральные программы? Что это для нас значит? Узнаваемость, бренд наш Люди узнают, что такое Киров То есть крупные федеральные операторы начнут предлагать нас? Конечно Узнают, что такое Киров Узнают, что Вятка это и есть Киров И Киров это и есть Вятка Потому что до смешного доходят Приезжают московские операторы в Киров Им начинают вести экскурсию Хотя они знали, куда они ехали Им начинают вести экскурсию Экскурсовод говорит, Вятка, Вятка Они с нами, экскурсовод и говорят Какая Вятка уже в Кирове? Вы что, не знали, что Киров это Вятка? Вот такая путаница сейчас происходит Это мешает вам, кстати говоря, что у нас Вы брендируемся все равно Как Вятка? Вы знаете, мы когда делаем туристический маршрут Мы составляем их Мы так и подписываем везде Киров, в скобочках Вятка Когда работаем с федералами Мы так им и отправляем Киров, а в скобках Вятка Всегда так пишем, да Чтобы у них было понимание И пишем, что Киров это Хлынов, Вятка Киров То есть вот эти вещи все обязательно прописываем Я вот еще хотела тебя на последних двух минутах О чем спросить Наверняка ты смотрела на презентации Которые проводились тоже перед сообществом профессиональным Брендирование наших малых городов Так Советскую предложили брендировать дома По типу наших дымковских кировских домов С кукарским кружевом В Слободском выбрали бренд города Алый парус Поскольку там Грин был рожден Как тебе нравится этот процесс И поддерживаешь ли ты его И нравятся ли выбранные, например, направления Ну, это, конечно, очень интересно Честно говоря, не знаю, насколько это воплощаемо в жизнь Потому что это же, опять же, такие деньги Деньги немаленькие Конечно, это интересно И туристам бы было интересно Если бы они ехали в этих городах И видели эту всю специфику А как это должно выглядеть, на твой взгляд? Достаточно ли вот так же, как в Кирове Четыре дома покрасить стены? Или это должно быть все-таки шире? Нет, конечно, недостаточно Естественно, шире должно быть То есть понятно, что там маркетологи, которые это делали Они предлагали местным бизнесменам Сразу же развивать сеть лавок Продавать там, значит, разные сувениры Это вот насколько это в Кирове? Когда ты думаешь, это вообще придет в наши малые города? Да думаю, что в доме еще не придет Сколько дашь лет этому? Ну, может быть, года через три что-то У кого-то проявится интерес Потому что бизнесмены никогда ничего не будут делать Если они не видят в этом свои выгоды Пока у нас не встанет на ноги Крепко не встанет на ноги наш туризм Вятский, Кировский Пока мы не будем востребуемы на федеральном уровне Ну, Бог, конечно Нам будет недобрендирование Спасибо, это было особое мнение Светланы Шиловой Депутата Законодательного собрания Кировской области Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами До свидания Субтитры сделал DimaTorzok